Транспортные ворота Камчатки Авачинская бухта Одна из крупнейших в мире Именно здесь находится база Тихоокеанского флота России В том числе подводных лодок, современных А после тех, что были на службе в советское время Осталось так называемое ядерное наследие Реакторные блоки Очистка территории России от подобных объектов Кропотливая и уникальная работа Здесь, на Дальнем Востоке И в тысячах километрах отсюда На Кольском полуострове Многие годы около 200 таких реакторных отсеков Ждали своего часа для утилизации После проводов на заслуженный отдых От списанной атомной подводной лодки Остается немного Большая часть идет на металлолом Но реакторный отсек, и тем более сам реактор Утилизируют не сразу, и чтобы он не затонул С ним вместе оставляют два соседних герметичных отсека Эта конструкция называется трехотсечным блоком Блок поднимают с воды Устанавливают на специальной площадке И через определенное время утилизируют В рамках выполнения работ по ликвидации ядерного наследия Все трехотсечные блоки Списанных атомных подводных лодок Из Вилючинска, что на Камчатке Доставит Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами В Фокино, в Приморском крае Первые 12 берет на борт Трансшельф Уникальное судно Док для перевозки негабаритных грузов Одна из главных особенностей судна В том, что оно может погружаться То есть эти герметичные двери задраиваются В танке набирается вода И палуба, в зависимости от задачи Оказывается ниже ватерлинии на 10 метров То есть все это будет под водой Прямо сюда заходят буксиры И начинается работа Операция действительно уникальная Трехкосечные блоки еще никогда не перевозили на корабле Одновременно в таком количестве Эта ситуация уникальна тем Что поставить одновременно на транспортное судно 12 таких объектов Редкий случай И практически в нашей стране никогда этого не происходило Самая сложная задача Погрузить многотонный груз на палубу Чтобы дотащить блоки до корабля Капитанам нужно проявить мастерство судовождения Один из задействованных в операции буксиров Тянет трехкосечные блоки Два других не дают им отклониться в стороны Точность работы ювелирная Допустимое отклонение всего несколько сантиметров Чтобы они не разбежались Тут же все-таки море Ветер, волнение Их надо погрузить, закрепить Потом подвезти следующее Так сказать, следующее, следующее Всего будет 6 пар Вот в этом сложность В бухте Разбойник судно вновь погружается Блоки открепляют и буксирами Доставляют до финальной точки Все уникальные операции Площадки временного хранения Дальневосточного центра по обращению С радиоактивными отходами Одного из филиалов Росрал На сегодняшний день мы имеем возможность Камчатку очистить от блоков реакторных отсеков От твердых радиоактивных отходов И уже здесь, в Приморье, завершать Весь жизненный цикл тех подводных лодок Атомных Эти блоки, безусловно, уже Полностью безопасны Сами реакторные отсеки Значит, отработанное Облученное ядерное топливо Выгружено С помощью плавучего дока Сакура Трехосечные блоки выгрузят на берег Боковые отсеки отрежут Оставляя только те, что с реактором Следующие 70 лет Они в специальных условиях Под постоянным контролем Будут храниться на берегу До момента утилизации Красоты Камчатки Не единственное место Где атомщики решили устроить Генеральную уборку Отправимся почти за 6000 километров отсюда На другой конец России В Мурманскую область Мы на крайнем севере За полярным кругом Место называется Губа Андреева Именно здесь Раньше выгружали отработавшее ядерное топливо Из реакторов подводных лодок Со временем образовалось хранилище Одно из крупнейших в Советском Союзе 100 активных зон реакторов Списанных атомных подводных лодок Спустя 17 лет После закрытия базы ВМФ Десятки стран Инвестировали миллионы евро и долларов Для создания инфраструктуры И воплощения в жизнь Невиданного по масштабам и сложности проекта Предполагается, что за 5 лет 37 эшелонов С отработавшим ядерным топливом А также контейнеры с радиоактивными отходами Будут вывезены с Кольского полуострова Для переработки утилизации Ни радиоактивные отходы Ни тем более отработавшее ядерное топливо В таких объемах в мире никто не вывозил Было сосредоточено и накоплено 22 тысячи сборки От атомных подводных лодок И на сегодняшний день Тысячная сборка покинула Губу Андреева Это большое знаковое событие Оно не только Как бы скажем Российского масштаба Ну и собственно говоря международного 10 лет назад сложно было представить Что на Губе Андреева будет кипеть такая работа Специальное оборудование Обученный персонал И уникальные технологии По обращению с отработавшим ядерным топливом Эта машина работает только здесь Создана в единственном экземпляре Специально для того, чтобы перевозить Транспортно-упаковочные контейнеры Внутрь которого уже загружено Отработавшее ядерное топливо Здесь еще два контейнера Тоже полных Всего по плану 14 Будет первая партия Для того, чтобы вывести Отработавшее ядерное топливо на утилизацию Его упаковывают в контейнеры По принципу матрешки Сначала тепловыделяющие сборки Загружают в перегрузочный чехол Потом специальная машина Его перевозит И помещает уже в другой чехол Внутри которого Можно установить 7 таких сборок И уже далее Одетые стержни А их в 7 упаковках 49 Оказываются в транспортном упаковочном контейнере Туки Контейнеры по воде Доставляют на базу атомфлота В Мурманск И уже затем Специальным составом По железной дороге Дальше На Южный Урал Литерный поезд Это значит, что при движении Он имеет особый приоритет Потому что перевозит Очень важный груз Отработавшее ядерное топливо С атомных подводных лодок Привезли в Челябинскую область Закрытый город Озерск На завод Маяк Из Мурманска На переработную утилизацию Вот он Первый контейнер С тем самым Отработавшим ядерным топливом Который загрузили в губе Андреева В начале этого года Теперь его ждет Заводской бассейн Выдержки И окончательная утилизация Когда начнут извлекать чехлы Находиться в этом помещении Будет нельзя Радиация Но сейчас мы вам покажем Как это будет происходить Из контейнеров Извлекут чехлы Внутри которых и находится Отработавшее ядерное топливо И после Поместят его сюда В этот люк Внизу Бассейн хранения И уже в воде В биологической защите Отработавшее ядерное топливо Будет ждать В своей очереди На переработку Специалисты открывают матрешки Снимают несколько защитных крышек А дальше Приходится работать Только манипулятором Ну в среднем у нас На контейнер уходит Где-то Порядка Четырех-пяти часов Ну все Приходит С годами С опытом Вот так внутри Выглядит Спецвагон При необходимости В нем можно поддерживать Любую температуру Есть датчики Здесь Располагается Контейнер С отработавшим Ядерным топливом Когда эшелон Прибывает на завод Крыша Открывается И начинается работа После того Как топливные сборки Извлекут из бассейна Выдержки Их разрежут Мощными ножами И измельчат Шреддером После чего Радиоактивная масса Попадет в емкости С кислотой Из полученного раствора Извлекут уран Чтобы сделать из него Новое ядерное горючее На выходе Мы с вами получим Уран Который вернется В ядерный и топливный цикл И будет уже Использован В атомных станциях И Переработанные отходы Высокоактивные отходы Которые помещены В стеклоподобную матрицу Как наиболее безопасную В настоящее время И будут обеспечены Безопасные хранения На долгие годы Высокоактивных отходов В целом Все композиции топливные Которые там будут Нам известны И Наш опыт работы С топливом Подводных лодок Он большой очень И я думаю Вот за 5-10 лет Мы его точно переработаем За последние 14 лет Все отработавшее Ядерное топливо Накопленное на Дальнем Востоке За годы Советского Союза А это 42 литерных поезда Было вывезено Для переработки Теперь дело За реакторными отсеками Списанных Атомных подводных лодок Имея технологические объекты Мы можем более четко Планировать Свои производственные результаты Конечно для нас Очень важно Выполнять эту работу Ускоренным способом Но как всегда Традиционно На первом месте У нас стоит Конечно безопасность работ Эти возможности Созданы Как и на Дальнем Востоке Так и на Северо-Западе В ближайшее время Все блоки Будут доставлены На специальной площадке На месте Бывших технических баз ВМФ Появится коричневая лужайка Термин обозначает Окончательную реабилитацию Загрязненной ранней территории